У побережья графства Саффолк, примерно на глубине от 3 до 10 метров, находятся руины древнего города Данвич. Маленький населенный пункт с одноименным названием и сегодня существует на английском берегу, но его население не превышает и 120 человек. Сегодня это лишь небольшая бедная, богом забытая деревушка. Но согласно имеющимся историческим сведениям, в XIII веке Данвич был одним из самых крупных и древних портовых городов Англии и своими размерами не уступал Лондону. Город суши защищали каменные стены с глубоким рвом. Историки называют этот город бывшей столицей Восточной Англии. Короче, средневековый город Данвич процветал и развивался стремительно, но в XIV веке столица Восточной Англии вдруг неожиданно исчезла. И причина исчезновения крупнейшего города Англии – это немногочисленные средневековые разрушительные войны, как это часто бывало с другими древними городами Европы и Азии. По официальной истории причиной упадка и исчезновения города стала якобы череда сильных штормов XIII-XIV веков, по неизвестной причине обрушившихся на восточное побережье Англии. Мол, сильный шторм в 1347 году буквально смыл около 400 домов в море, а шторм 1362 года окончательно уничтожил остальную часть Данвича. Оставшиеся в живых жители города не стали больше восстанавливать город и покинули это проклятое место. Так, по официальной истории, во второй плане XIV века древнейший город Англии якобы и исчез с карт мира. Вместо города сегодня осталась лишь маленькая деревушка. Нелепее объяснение гибели города официальная наука не смогла придумать. Да, штормы и ураганы действительно могут способствовать сильному наводнению, реально могут размыть побережье, разрушить или буквально смыть все постройки в океан, или занести город песком и илом. Но данный город не просто был смыт или разрушен гигантской волной. Нет, город не смыло в море, он буквально ушел под воду на десятки метров. Проще говоря, уровень воды у побережья Англии неожиданно поднялся настолько высоко, что почти весь город Данвич просто в одночасье оказался под водой. Причем многие постройки города, и это важно, обнаруженные в начале XXI века под водой, не уничтожены, разрушены, а именно затоплены. Повторю, город не смыло, как утверждают историки. Он быстро ушел под воду. Каменные дома, монастыри, церкви или крепости нельзя смыть в море. Это вам не селевой поток с гор. Стены каменных домов можно разрушить огромной волной, но толстые стены крепостей и монастырей практически невозможны. Да и глубокие фундаменты все равно останутся. А тут якобы все смыло в море и ничего не осталось. Это байка. Поскольку у побережья вода очень мутная, водолазы проекта Данвич в 2008 году для съемки морского дна на всей территории затонувшего города использовали многолучевые гидролокаторы и гидролокаторы бокового обзора. Для дальнейшей работы в 2010 году совместно с ВВС использовались новые камеры акустической визуализации, чтобы снимать руины сквозь мутную воду. На первом этапе исследования они обнаружили многочисленные очертания корпусов затопленных кораблей в порту и несколько разрушенных построек, в том числе четыре церкви и здания таможни. На одном из снимков отчетливо видно, что сквозь ил с песком выступает даже шпиль затонувшей церкви. На следующих этапах были обнаружены сотни очертаний разрушенных каменных домов простых жителей города, дворцы знати, многочисленные мастерские и огромное нагромождение каменных обработанных блоков набережной и местного порта. Если бы все эти жилые здания, церкви просто смыло бы в море вместе с береговой линией, как уверяют историки, то на дне водолазы обнаружили бы, в лучшем случае только груду камней в перемешку с песком, в худшем случае ничего. А тут приборы показывают, что многие разрушенные здания под толстым слоем ила стоят на дне строго по размеченным улицам, церкви возвышаются на площадях там, где стояли и до катастрофы. Даже здание таможни почти целы и стоят на пристани, где размещалось всегда. Английский эксперт по прибрежным исследованиям Питер Мерфи заявил, «Мы думали, что древний город Данович просто смыло штормом, и от него ничего не осталось, но все были удивлены тем, что некая часть разрушенного города все еще цела под водой и может быть идентифицирована». В ходе работ 2013-15 годов были обнаружены руины церквей святого Петра и святого Николая, часовни святой Екатерины, а также развалины городской ратуши, расположение рыцарской церкви, тамплиеров и церкви всех святых. И самое интересное, что все они оставались погребенными под слоем песка от 1 до 3 метров. Повторю, город не смыло, а затопило. Работы по исследованию руин города на дне моря продолжаются и сегодня, так что вскоре мы, возможно, узнаем новые подробности и увидим более интересные снимки. Любому понятно, что мы имеем дело тут не просто со штормом и приливом. Мы имеем дело с какой-то крупномасштабной катастрофой, поднявшей уровень океана на десятки метров. Тогда почему официальная наука умышленно искажает историю исчезновения города под водой и переносит все события в XIV век, если и в начале XVI века Данвич еще не был затоплен и активно функционировал? Судите сами. Во-первых, во время сильного отлива по соседству с затонувшим городом из воды появляется затопленный лес. Или точнее то, что от него осталось. Видны пеньки от спильных деревьев и т.д. Заметьте, деревья не смыло в море, а именно затопило. Значит, все дело не в многочисленных штормах, а в резком поднятии уровня воды в прибрежных морях. Во-вторых, официально город якобы смыло еще в XIV веке, и он более не восстанавливался. Но в самом центре Данвича находилась бывшая круглая храмовая церковь тамплиеров, созданная ими по образцу церкви Гроба Господня, как в Иерусалиме, которые в XIV веке передали ордену госпитальеров. Но согласно официальной справке, эта круглая церковь была разрушена в XVI веке по указу короля Генриха VIII. Как король мог разрушить бывшую церковь тамплиеров и госпитальеров в XVI веке, если город с этой церковью якобы смыло еще в XIV веке? Видно, историки между собой не договорились и не могут ответить на этот неудобный вопрос. В-третьих, многие поднятые со дна артефакты затонувшего города специалистами датируются и XV, и даже началом XVI века. Получается, даже в начале XVI века город еще функционировал. В-четвертых, согласно официальной истории, во время шторма XIV века сильно пострадал, но все же уцелел только францисканский монастырь Грейфрай-Арс, который находился на небольшой возвышенности и в глубине от береговой линии. До нашего времени сохранилась каменная стена вокруг монастыря, часть трапезной и ворота XIV века. Но по той же официальной справке, в 1538 году этот монастырь был повторно разрушен по приказу короля Генриха VIII, а по моей версии монастырь, как и весь город, уничтожила мировая катастрофа 1538 года, о которой у меня на канале много информации. Получается, город окончательно прекратил свое существование не в XIV, а именно в XVI веке, так как основной частью любого средневекового поселения всегда был монастырь с церковью. И последнее. На всех картах Англии XVI века город Данвич еще обозначен. Смотрите сами. Как же так? По официальной истории город полностью смыл еще в XIV веке. В XIV веке город исчез. Но спустя два столетия его еще отмечают на всех мировых картах. Это же абсурд. Это не какой-то богом забытый город в далекой Азии, до которого никому нет дела, проверять существует он или нет. Это почти вторая столица Англии, один из главных портовых городов Старого Света. А вот на картах XVII века города уже нет, пусто. Его дружно вычеркнули картографы всего мира. Также сохранилось множество документов, указывающих, что еще в начале XVI века город Данвич существовал. Его посещали знатные особы из Лондона, королевская семья жертвовала деньги церквям города, велась активная торговля, издавались указы и так далее. Получается, город Данвич исчез не в XIV, а именно в XVI веке, когда и произошла всемирная катастрофа. По моей версии, предположительно в 1538 году. У меня есть предположение, что страшная участь города Данвич тесно связана с огромной территорией под названием Доггерлэнд, ныне затопленной в южной части Северного моря, которая, возможно, до XVI века еще соединяла Великобританию с континентальной Европой. Но об этом я расскажу в отдельном видео.